кто выстрелил то пола шара готов чё ты стал на тебя всральник так все кабанчиков ограбили чем стащить можно тут о амулет я нашел амулет ну как что за амулет так снаряжение амулет что дает ритуал плюс 5 броня плюс 5 ритуал зачем номер ритуал не нужен он нам за этот пещерка будет сто процентов нет обычно под вода за водопадом пещеры тут нам решили обломать халяву у еще кабан и мягкое животное получи да что такое я славный малый слава получаю за вас вы сопротивляетесь так это маяк этому на маяк пойдем на маяк не нужен x тут еще есть ух ты нифига себе пробел 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 ах ты падла да блин тигра какая давай 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 леопарда а это все ягуара все о о и чуть не взять нечего ну как я шлюшка че я убивал ягуара просто так что ладно зато стоит ходить тут безопасней о что за кувшинчик тут так взять взять нечего совсем бомжи так а куда мы бежим сюда а тут я уже бегал как вроде ухты там кит кабаны серьезные необыкновенные команды но ладно пацаник дал на эту фигню давай телуха изберется с тем я с этим готов на на а то такс собираем пожертвования на домики для бездомных поросят такс побежали речушка я тут не утону я куда-то непонятно куда бегу на это опять термитники эти блин я не знаю что делать там вижу какой-то ящик на усы и мы так появились неплохо сейчас все это теперь продать и качнуть навыки какие-нибудь пустой сундук но тут мы уже грабили о ракушка ракушка да зашибись ну-ка приплыли куда-то кораблю так ладно смотрим по квестам что нам нужно ли это нет нужен к пиратам к пиратам подойти как не подойти фиг его знает может бах какой-нибудь из-за того что я мужика убил и пришел общаться не хотят мне надо идти не канает тут меня выгоняют так ну-ка что-то я вообще запутался что тут делать ну-ка с мужиком побазаем то жемчужина ночью меня лучше быть мне эта фигня тоже вся фигня старая рубаха не конец сюда если подойти к этому дядьки так ну что последний раз сюда и дальше не знаешь что делать и дальше это тогда на форумах искать я вижу пиратский корабль как мне туда попасть если меня выкидывает все конец так ладно тогда пока все так разобрался в чем проблема была оказывается у нас какая-то была точнее у меня неполная версия игры игры вот так вот ну тебе все гуд теперь все должно работать лучше что-то что-то поигрузка текстур страшнейшее и что такое что такое что с текстурами видюшечка что ли перегревается так так нам нужно нужно идти я знаю куда так так побежали что-то что-то притормазывает не тормози сникер сни так ага цветочки так ну я тут играл играл где-то часа полтора играл прошел кое-что так что я тебя знаю и не сохранилось у меня настройки ой настройки звук не сохранился вот такая вот беда 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 так сохраняемся ром ну что клаун успокоился так вот клоун ты что чертовы дикари чертовы дикари только для грязной работы годятся так надо я голоден стражу не дает мне никакой язык пообщаться с дикарем даже жуков вот поешь вот поешь почему я оставляю тебя голодать я не я встретил твоих братьев в джунглях и ты еще жив значит они мертвы да это так вряд ли это могло кончиться иначе они спускались в гробнице если бы оружие предков не узнал о твоей крови на братьев обрушился бы их гнев а что такое гнев предков если гробницам наносится урон по уважительной причине стало что у меня не сходился звук может случиться так что предков успокоят гробовая жертва однако если могилы вскрываются ради наживы предки восстают из своих гробниц и жестоко расправляются с гробницами почему они заставляют тебя голодать я пытался сбежать это мое наказание я хочу больше узнать о гробницах твоих предков наш народ уже давно здесь не живет но на этом острове есть гробницы предков древние каменные постройки полные сокровища предки что покоятся там очень могущественны сохранимся эй ты это мое последнее предупреждение не разговаривай с рабами ты их отвлекаешь от работы если я еще раз увижу как ты болтаешь с одним из рабов получишь по шее понял ты кому сказал слышь ты я говорю с кем хочу вот так вот когда я тебя делаю по другому запоешь да рака рака стопы 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 снаряжение меняем пистолет сабля у нас стоит мышкет так а жрачка точно не больше ничего нет не так 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 и и а а Трус. Слышь ты. Паралитик. Конец. Ну, дотайте, они мешаются всеми. Покажи мне его кровь! Ха! На! На! Ай! Вот так вот. По яйцам. Отрешим яйца. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты чё, гнида? Эй, ты. Тварь. Ты не с тем связался, парень. Это ты не с тем связался. Ещё есть что сказать. Лошара. Значит, и банданы тебе больше не нужна. Давай банданы, кошелёк и жизнь. Всё, давай. Так, а мы банданы сейчас оденем. Так, так. Нет, я ещё не первый. Так, нет, это не надо. Так, теперь нам нужно идти... Сюда? Нет, не сюда. Сюда. Хотя, можно и не сюда. Можно... Нет, пока сюда, да? Сохранимся. Топ. Куда? Возьмём. Топ. Тоже возьмём. Слава 100. О-о-о. Привет, братин. Что ты сказал? Чё сказал? Да ничего. Умеешь обращаться с пистолетами? Говори мне в левое ухо. Правым я плохо слышу. Ну, меньше надо долбиться в правое ухо. Я Барни. В Барни. Если ты что-то хочешь узнать о пистолетах, я это знаю. Много ж ты знаешь, да? Можешь мне показать, как сделать пистолет? Я вообще изрядно пошумел в своё время. Пошумел. Многие годы я был артиллеристом. Скамейку, мужик. Могу поспорить, пара ядер попала и в голову. Доступает центр. Как? Из куска железа могу сделать классный пистолет. Какой железо по КГ и чё? Вот ещё скажем. Мне нужны пистолета, что? Можно мне? Так, не. Знаете, пистолет. Мне нужен пистолет. Пистолет. Не думай, что у меня можно красть вещи. От меня ничего не ускользнет. Чем больше украдёшь, тем гораздо. А они тебе серьёзно засадили. Да, засадили, наверное. Вообще. Я за это заплачу. Просто скажи мне, что тебе нужно. Покажи мне свой товар. Тебе нужна амуниция. Так, пистолет. 60. Покупка 500. Вон, 60. Пистолет плюс 20. Ну чё так? Нужно знать о пистолете. Можно мне попробовать пострелять? Э? Э? Что ты там говоришь? Что ты там говоришь? Я не расслышал. Мне похуй, мужик. В общем, не важно. Лучше слушай вот. Если хочешь, можешь попробовать пострелять. Постреляем. Да я же об этом и спросил. Я буду бросать предметы. А ты постарайся попасть. Нифига себе. У тебя десять выстрелов. Да ну давай. А если ты три раза подряд промахнёшься, мы заканчиваем. Да? Ну ладно. Не хочу время терять. Я тоже. Давай. Ииии начали. Начали. Let's go. Мимо. 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 Попал. 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 Черт, мимо. Все. Победа. Два выстрела хоть и попал. Давай. Я буду считать. Неплохо. По крайней мере парочку ты задел. Давай-ка еще раз попробуй. Да нет, мужик хватит. У тебя есть еще что ограбить? Без полеток. Взял десять пуль и стырил. Пушка. Будешь делать глупости, я тебя выкину. Да ладно. Пригнятся. Так, у него наверное больше нечего стырить. Мне нужно вообще подрыхнуть тут. Вот эти волшары. Тебе нужно потрендить. Лопата? У меня ты найдешь все что нужно. Если у тебя нет золота, я возьму в качестве оплаты твой старый хлам. Ну-ка покажи мне свой товар. Посмотрим что тебе есть. О, серега-череп. Запугивание пять. Краснобай. Пять. Сколько стоит? Сто пятьдесят. Блин, хватает. Серега пригодится. Ну-ка, продать. Что я могу продать-то? Копье продать, меч продать, пистолет продать. Можно. Цветочки. Все, больше пока толкнуть нечего. Так, купить. Так, все. Соль. Так, ладно. Ты здесь уже давно? Это еще мягко сказано. Я здесь осел, как только началась торговля ромом. А что с тобой? Что собираешься делать? Я примкну к капитану Стальная Борода. Да. Тогда тебе нужна мартышка. Нет, ничего лучше. И что мне с ней делать? Погоди. Запускаешь ее в домок людям, а она возвращается с хорошими вещами. Кроме того, такая мартышка есть не у каждого. Блин, нужна такая мартышка. А лучше две. А лучше две. А лучше целый. Я еще помню парочку трюка. Целый зоопарк мартышек. Откуда твои товары? Откуда твои товары? Многие готовы начать меняться, как только кончаются деньги на ром. Вход идет все, вплоть до рубашек и штанов. Так, ну-ка, что за... Покажи мне свой товар. Блин, ты махнулся. Не то хотел. Трюки. Покажи мне свои приемы. Какие? Какие? Так. Покажи мне, как выручить мартышку. Тысяча золотых, шесть ловкостей. Использовать попугаев. Восемь ловкостей интересен. Я хочу учиться использовать свои грязные трюки быстрее и чаще. Покажи мне парочку грязных трюков. Как им мне улучшить модельные трюки? Сделай. Понятно. Конец. Ну-ка. Персонаж. 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 Умения. Воробство. Краснобай. Способности. Ловкость. О, нифига себе нету. Подождите, а где ловкость-то посмотрите? Навыки. Ловкость два. Ага, там аж шесть надо. Мы можем починить ловкость. Опа. Три тысячи нужно теперь. Ладно. Три тысячи славы насобираем. О, стоп, 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 стоп. Ягода. Ягода малина. Нас к себе молило. О, стоп, еще. Ягода малина. Малиной была. Даже не помню. О, ты кто такой, братюня? Эй, ты здесь новенький что ли? Ну, типа того. Я Морис. Один из людей стальной бороды. Что ты тут делаешь? Да особо ничего. Золота-то нету. А без золота нет Рома. Шлюх тоже нет. Порожняк. Нету Рома шлюха нет. Расскажи мне о Таригуа. Расскажи мне о Таригуа. О, Таригуа. Ты что, парень? Ты в реквизиции, что ли, служил или как? Ну да, типа того. Это же самая большая винокурня во всем Южном море. Мы таких как ты вешали, чувак. Наверное, работы у них хватает. Ну, раньше так и было. Но теперь, к сожалению, нам насрать. Бражник перестал торговать с остальными. Поэтому приходится изо всех сил защищать свой собственный запас. Что ты натворил? Залез к Бражнику и хотел спереть для себя пару бутылок Рома. Но Алистар, старый козел, меня поймал. Мне удалось выпрыгнуть через балкон. И тебе даже Рома не досталось. Не повезло. Не то слово. Теперь я не только сижу без капли во рту, так еще и потерял половину снаряжения. Ничего не осталось, что можно было бы загнать Фланегану. Ну, ничего. Пускай он только попадет со мне. Тот, кто бегает в моих шмотках. Ты можешь попробовать еще раз? С моей-то удачей. Нет, спасибо. Но это мог бы сделать кто-то более проворный. Давай я попробую. Главное, не шуми. Этот Громила Алистар внимательнее, чем кажется. Знаешь что? Я продам тебе план за пару золотых, а ты сможешь оставить себе украденное. Я куплю твой план. Тогда смотри. Комната бражника на самом верху. Там есть чем поживиться. Но еще выше Элая и Алистар. Они тебя прогонят дынками. И каков план? Надо дождаться, пока Элая не уйдет спать. А у Алистара есть слабость к милашке Лоле. Поцелуй ее от меня и сунь ей пару золотых. И присунь ей. Поцелуй ее и присунь ей. Окей, чувак. Поцелуй и присуну, как ты сказал. Эй, что ты тут делаешь? Я ищу стальную бороду. Тогда лучше тебе попасть к нему на корабль. У нас достаточно пиратов, которые здесь оседают. Когда стальная борода челит, я буду на борту его корабля. Хорошо. Пока ты здесь, можешь пить. Иди к бражнику и возьми себе Рома. Окей. Пойдем к бражнику. Так, он сказал, приходи к бражнику и возьми себе Рома. Так, мы пошли к бражнику. О, берем Рома. Господи, как это жалко. Что жалко? Мне сказали, можно брать. Иди на этого со мной. А то мне сразу хочется тебя ударить. Слышь ты, я тебя еще не присуну, чтобы меня ударить. Так, ты кто такой? Хлеб. Ага. И что же дальше? Отхоница, а то еще убьют. Незачем. Ха! Где это? Эй! Ты вместе с бражником? Нет. Значит, ты из-за чайной бороды? Еще нет. Ваа, да ты собрался выйти в море с этим проклятым. За это надо выпить. За... А мы не возражаем. Конечно, за мое здоровье. Конечно. За мое здоровье. Это мне нравится. Ну еще. Расскажи мне, что ты знаешь о проклятии? Что тебе не нравилось? Разные говорят про гадов из глубины, которые его преследуют. Ну и вся его команда с ним, понятное дело. Все, кто с ним плавает, считай, уже покойники. Я бы на твоем месте дождался бы следующего корабля и нанялся хотя бы к другому капитану. Мне насырать. О, лярва. О, сладенькая. О, сладенькая. Ну и что ты замолчала? А что ты можешь предложить? Что ты мне можешь предложить? Подставляй. Раздвигай свою рогатку, подруга. Глянь, стоит лыбиться такая. Повеселимся. Ого. Повеселимся. Шлюх мы нашли. В том, что касается женщин, тебе еще кое, чему надо научиться. Отлично. Все верно. Но не переживай, я могу тебя научиться. А ты что поддакиваешь? Прешмандовка. Не. До тебя тут наверняка доходят слухи. Да. Я готова поделиться своей худрости. Что у меня в штанах? Пять сантиметров от пола. Так, что ты можешь мне сказать? Что ты можешь мне рассказать? А что ты хочешь знать? Все. Что ты знаешь о сокровищах? Что ты заткнулась-то? Кто такой Пит? Кто такой Пит? Кертис дал ему задание охранять ворота. Но Пит хотел во что бы то ни стало спрятать свои сокровища. Он хвастался, что нашел хороший тайник. Где Пит зарыл свои сокровища? Он говорил о какой-то долине в джунглях, об ущелье и древней каменной гробнице. Понятно. У меня недостаточно. Это все. Это вроде все. Так, а ты кто такой? Охой! Охой! Я убрай! Кок бородатой бабы! Что за бородатая баба? Кок бородатой бабы? Согласен. Название странноватое. Да еще бы бородатая баба. Но как черт возьми можно было назвать так корабль? Но ко времени крещения капитан был уже изрядно пьян. Нет. Я хочу наняться к вам на корабль. Мы тебя возьмем, если только... Вы у меня возьмете, лоссары. Если я докажу, что достоин. Ну и кого мне надо отмакузить? Тут уже попил толпу народу. Да, я смотрю, ты не дурак подраться. Ясен хуй. Но это не то, что я имел в виду. Что имею, то и в виду. Давай. Что еще мне сделать, чтобы произвести впечатление на капитана? Достань карту, лопату и откопай чье-нибудь сокровище. Достань карту, лопату и закопай его. Ты закопал свое сокровище на острове? Да? Но какому-то янцу вроде тебя я точно не отдам свою карту. Как мне побить тебя в пьянке? Хо-хо-хо-хо-хо. Хочешь сказать, еще ни разу не пил на перегонки? Не переживай. Правила очень простые. Ну-ка. Объясни мне правила. Мы пьем наспор. Каждый из нас выпьет по шесть бутылок. Кто выпьет первый, кто-то выиграл. Звучит просто. Так оно и есть. Если у тебя спокойная рука. Если промахнешься и бутылка упадет, получишь еще одну. Получишь пизды. Давай пить. Меньше слов. Больше дела. Давай пить. Хорошо. Мы можем сыграть один раунд просто так или со вставкой. Давай на золото. У меня недостаточно золота. Давай тогда просто так. Давай просто так. Давай со вставкой. А у меня это денег нету. Вперед. А черт. Блин. Молодец. Молодец. Сосиконец. Легко достались, легко расстались. Давай пить. Давай пить. Давай пить. Давай пить на твою карту. Почему бы и нет? Но только с двумя условиями. Во-первых, принесешь мне приличный самогон. Будем пить болеутоляющие. Во-вторых, ты тоже должен что-то поставить. У бабульки. Что она придет? Надо купить сто пудово. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Так, ладно, достаточно. Достаточно. Я поставлю против твоей карты. Так, мартышку. Нету. Чего? Нету. Бутылка Рома. Есть? Бутылку Рома. Решил пошутить? Есть. Две бутылки Рома? Нет. И ношеные шмотки я тоже не беру. Я подумаю об этом. Окей. Подумаем об этом. Эй, ты. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Ты кому сказал? А, новое лицо. Добро пожаловать в Токаригуа. Ну и что-то заткнулся. Батюня. Батя. Я слышал, что у вас тут хороший Ром. Это ты правильно слышал, парень. Парниша. Молодой. Жиган лимон. Еще кое-что. Мой тебе совет. Не давай Рома попрошайки. Ты говоришь о Миксе? А что такое? Не доверяю я этому парню. А он не один из твоих ребят? Микс из людей Гарсии. Они поссорились. Гарсия смотался и оставил Микса тут. Так. Так, так. Вот у меня письмо для тебя. В последнем полученном мною письме моя жена прощалась со мной навсегда. Посмотрим. Может быть ты приносишь новости веселее. Так. Господину Пирату. Что за ерунда? Этот скот хочет получить возмещение ущерба за сахар, который мы украли. Что за дичь? Ему нужен наш Ром. Ни за что. Он получит золото. И я даже знаю, кто заплатит. У нас в Инквизиции есть один человек. Педро. Он должен был сажать нас каждый месяц двумя мешками сахара. Теперь этому конец. Я бы сказал, это его проблема. Так что деньги, которые заставят солдат Дифуэга расслабиться. Ты получишь у Педро. Справишься? Ок. Чувак. Конечно справлюсь. Конечно справлюсь. Это я и хотел услышать. Подожди. Я быстренько напишу тебе ответ. В письме я не буду указывать сумму. Просто сделай так, чтобы Дифуэга получил достаточно денег, чтобы сидеть тихо. Где взять деньги, ты знаешь. Вот. Постарайся что-нибудь придумать. Ок. Почему ты не доверяешь Миксу? Он все время сидит в своем углу, но по ночам он пропадает на пару часов. Я не знаю куда он идет и не знаю зачем. Но от всего этого у меня какое-то мерзкое чувство. Я могу разузнать чем он занимается по ночам. Да, но незаметно. Лучше всего проследи за ним, когда он улезнет в следующий раз. Я тебе скажу, когда придет время. Что ты думаешь о стальной бороде? Ха, этот старый мерзавец. Вонючий голоботяк. Алкаш и грабитель. Презирающий смерть воин. Но... Но? Но все равно у меня нет для него Рома. Нет Рома? Но ты же только что мне налил. Парень. Старые добрые времена закончились. Я бы мог тут всех угостить. Но загрузить корабль, увы. А в чем дело? В сахаре. В сахаре и воде. Это ингредиенты, необходимые для Рома. А теперь угадай, чего у нас не хватает. Сахара и воды? Именно. А что с водой? Ну, просто не получаем. И это при том, что источник у нас, считай, за дверью. Другими словами, если хочешь помочь... Воду я носить не буду. Но за приличную плату могу надавать по заднице водоносом. Это задание от Кертиса. Он знает, что делать. Значит, тебе нужен сахар. Ну да. Обычно об этом заботился старый Джек. На южном берегу острова, на краю джунглей, находятся башни контрабандистов. Если хочешь, что значит, что происходит, найди башню и поговори с Джеком. Я принес тебе партию сахара. В чем была проблема? Термиты. Большие злые термиты. Парень, а ты ничего. Проворный. Есен. Пиши это сразу к Алистеру. Вот он обрадуется. Ахм. Ага. Да. После этого снова возвращайся. Выпьем и получишь свой мешок золота. Кто такой Гарсия? Ты не знаешь Гарсию Жадного? Он же один из капитанов. Один из тех, кто связался с Марой. Раньше было дело, они павали под одним парусом с остальной бородой. Так, мне нужно больше Рома. Мне нужно больше Рома? Ну, пару бутылок я могу тебе дать. Но я не думаю, что смогу дать тебе столько, чтобы загрузить целый корабль. Ром. Кхм-кхм-кхм. Как дать? Но придать мне нечего. Выкупить. Так, ну в принципе все окей. Пучная кожа бароня плюс 50. Нифига себе. Тайляющее. Зеркальце две штуки стоит. Так, ну давай. Я готов идти за Миксом. Хорошо. Давай. Правый шифт. Угу. Чего это ты вытащил оружие? А ты не такой тупой, как выглядишь? Ну возможно. Ты же не собираешься ничего украсть. Так, идем. Так, беспалево идем за Миксом. Оп-оп. И он нас не так не замечает, не взначай. Идем. Заметит, не заметит. Эй, дружище. Охо-хо-хо-хо-хо. Типа мы идем куда-то в ночь. Что-то я, ага, было не увидел его. Темно, хоть и глаз выкали. Я ничего не вижу. Мне нужен факел. Охо-хо-хо-хо-хо. Так, ну что. Сейчас будет бой. Последний бой. Ну и что ты стал? Ага, шо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. И тут вылазит хуйня какая-то неведомая зверушка. Морское чудище. Громилище. Оружие. 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 Ты привела с собой кого-то? Ага. Вот это и его тот. Не переживай, я о нем позабочусь. Что? Я тебя на ремни порежу. Печку спрятаться дай. Ты собака. Уходим, уходим. Я его не потянул. Нужно, кстати, побежать сто пудов. Братюня, спасай. Меня рвут. Тогда ужасно выводим из себя. Так, утопленько убили, тебе нужно этого убить. Так, сейчас заберем топор. 15-25 и 25-30. Мне топор не нужен. Так, вот, полечиться не важно. Я тебя на ремни порежу. Тварика. Так, я чё саплю. Кортик. Что за кортик? 25-30-25. пробище 10 мочи так лучше так лана этого ограбили лошару цветочки цветочки так что побежали назад темноте лазим где-то смотри-ка новое лицо ты здесь недавно да и не собираюсь оставаться тут надолго и мы тоже как только капитан отдаст приказ мы отчаливаем мы отчаливаем ты из команды стальной бороды стальная борода черт возьми лучше на свете капитан и даже если на него ляжет еще тысячи проклятий если придется я пойду с ним под парусом на край света стальная борода проклят после того как мы тогда ограбили этот храм повсюду где мы выходим на сушу на нас выползают из моря всякие гады поэтому я здесь и стою пражник был очень недоволен из-за этих тварей тогда капитан сказал мне блэйк позаботься об этом что я сейчас и делаю а что такого лезет на вас из моря песчаные дьяволы и бронированные крабы это выносливые твари но и против них есть один хороший прием тебе нужна помощь а посильнее ты не можешь ударить что если ты не будешь знать как справиться с этими тварями тебе это ничего не даст я могу тебя научить если хочешь конечно покажи мне пару приемчиков что ты хочешь знать так покажи удар ногой 500 золота у меня недостаток она я хочу научиться лучше поносить так ладно как так вышло что ты стоишь тут один вражник сказал дорогой нужен нужен чтобы он прислал дружи я понял но это такая пьянь при необходимости я и сам справлюсь с гадами запомни пират никогда не откажется от хорошей драки есть он хоть так мы знаем что у тебя нужно выучить удар ногой так возвращаемся товар у нас у нас что у нас так сапог у нас нету еще до вершин по стой парень не спеши моя работа присматривать за девочками за девочками а ха 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 трудая работа ты развлекался с холли с какой-то владеть ничего не знаю 100 монет ты чё только поговорил с ней да мне до лампочки доме тоже и перепих он все в одну цепь а перепих он не было с перепихона я не выплатить забудь об этом от меня ты ничего не получишь и ног все так говорят а потом собственными зубами давятся но так что заплатишь сам или деньги мне из тебя выбить свистни в хуй но можешь попробовать мы можем и попробовать что-то не успел но сам напросился что-то что-то а а а а а вот так вот получил 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 чинок а а а а а а но тебе по яйцам вставай падла вставай пока я тебя не убил ну чё ты кто ты ладно про бабки можешь забыть вот так вот что такое что такое что такое ты чё спрашиваешь что такое голод тебя оторвать за такие наезды ты мне ещё бабла будешь должен микс оказался предателем что ты такое говоришь он общался с утопленником ты их обоих убил да я знал что этому ублюдку доверять нельзя если он имеет дела с утопленниками это может означать только одно но гарсия этот подлый змеиный выродок на стороне мары до этого момента я держался в стороне от войны пиратов но если в такаригуа приходят утопленники и глубокодные твари в этом нет ничего хорошего одно я тебе скажу если гарсия появится тут ещё хотя бы раз я проломлю ему череп вот это для тебя так с ним и надо ты расскажи об этом стальной бороде если ты ещё этого не сделал ему стоит знать об этом окей мужик так мне нужно мне нужно больше так мне нужно предать кое-что так кортик нахрен он нужен топор тоже нахрен нужен так это что такое запугивание ритуал какой-то не знаю мушкеты броня не нужно теснобай цветы мой кубок отлично так бабло мы разжились кстати нужно эти ракушки там барахло ракушки ничего сразу бы так о жемчужина отлично так тудит костер говорят ты вылетел из инквизиции да ну и что я не хочу что ты против имеешь тоже которые творят неприятности я и не собираюсь создавать проблем но если кто-то будет напрашиваться получит по шее против маленькой потасовки ничего не имею против хотя ты не выглядишь так будто можешь кому-то надрать задницу это ты так думал тогда помоги мне в этом ха как знаешь но если выяснится что ты ту чтобы водить нас за нос я тебе таких надежную что ты больше не встанешь понял да окей конец ладно так нам нужно идти к лярве ау почитать вот это звучит интересно на следующий день он проснулся с тяжелой головой и у него не было правого сапога правого сапога что делать что делать он искал его тщетно несколько дней во время еще одной попойки он упал за борт у западного берега антигуа и пропал без вести с тех пор левый сапог считается проклятым так 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 да проклятый сапог окей найдем проклятый сапог спиздим все что плохо лежит окей ты че развалился холоп ящик че плохо лежит в ящике все ушло о о что это такое я вижу до этого момента нет о ну тогда надо это наверстать это тебе нужно пояснить может позже привет тебе от мориса морис это гадина гадина с шальтанома и он еще должен мне золото за ах но если он мне попадется за секс так и говори так он сейчас внизу кабаки он не на корабле хэнк о нем позаботиться мне нужна помощь о чем речь алистеру нужна компания так так ты думаешь ему нужно отвлечься от его тяжелой работы мы поняли друг друга еще не совсем не торопись особо с алистером теперь мы друг друга поняли не переживай я хорошо о нем позабочусь так стопы персонаж не не кольца у меня же кольцо было вот это кольцо нужно находить так зачем ты это делаешь я ну надо же что-то спинить тот вопрос зачем так ты ну пойдем в хату к листеру так ящик закрыл я ничего не понимаю во взламывании замков как я все почистил то чаша я ничего не понимаю во взламывании замков так поспать до утра хватит по темноте лазить на чужой кровати так вот я с этим салисом привет алист помню я принес тебе сахар так ну и откуда интересно ты мне его припер тем не менее сахар нам нужен теперь мы можем снова гнать ром не думай не думай что ты можешь делать все что тебе заблагорассудится только потому что притащил сахар можешь быть тут наверху но только не суйся в комнату бражника если я тебя там застукаю утоплю в бочке с ромом а как именно гонят рома все хотят это знать и многие пробовали то было время взрывающихся котлов с тех пор все стали поосторожнее только если ты действительно готов ты можешь научиться нашему ремеслу а как мне понять что я готов заплатишь тысячи золотых вот тогда ты готов нет чувак тысячи золотых это привет алистер многовато лола сто лет тебя не видел будь осторожен что вам ты здесь похоже новенький так что не высовывайся почему потому что у бражника наверху комната и алистер следит за тобой совсем недавно кто-то пытался ограбить комнату бражника я тебе скажу это была очень плохая идея а что ты тут делаешь я элая я делаю самогон а рецепт ты знаешь еще бы ну не все конечно вот сейчас пытаюсь смешать кровавую мэри жесткая штука жесткая а какой эффект у кровавой мэри если у тебя все хреново то нет ничего лучше эта штука встряхнет тебя как надо вот увидишь она работает а можно мне попробовать иди к бражнику можешь дать мне рецепт кровавой мэри и самый главный ингредиент это кровавый корень если принесешь мне десять корней я дам тебе рецепт ну здорово я значит отдам тебе корни и у меня самого ничего не останется эй ничего не бывает даром но тебе и не надо все их собирать у меня есть хорошие поставщики где мне достать корни у меня сделка с колби водоносом он достает для меня корни а я ему за это наливаю ром но его что-то давно не видно можешь его спросить может у него еще есть несколько штук так ну понятно все понятно все понятно так пошли Волох сто лет тебя не видно пошли сдадим квестному сколько у нас бабла хоть 311 о надо сначала с этим что погутарить тебе заняться нечем тогда потаскай воду эй я просто хочу поболтать поболтать ты что женщина как дела нормально клинки наточены а порох вдоволь ворота крепкие да и бойцы не хуже так что пусть только сунутся а если они нападут с берега ты же знаешь этих защитников при виде ворот они теряют волю но вот эти гады которые выползают из моря как бы они за нас не принялись что вы собираетесь что вы собираетесь делать бражник думает что это все из-за стальной бороды эти твари появились когда он тут обосновался и что а ты как думаешь что что возьми его накопает и если он уйдет уйдут и крабы крабы керамины ну да 500 ну да 500 я хочу я хочу сам ковать клинки а что дьявол тебя возьми тебе не нравится в моих клинках хочешь сам сделать саблю придется заплатить мне как заготовую ясно так покажи покажи мне свои клинки вот смотри так вон сабелька рубище тысяча стоит сабля 550 так кофтик чертеж кусочки золота золотовка для меча две штуки кусочки золота есть такой чертеж сабля стоит 750 да денег у меня нету у ларго неприятности ничего получше не мог выдумать я знаю только одного ларго и его тут нет а откуда же тогда у меня его бандана ведь это действительно вещь ларго он сидит в тюрьме в пуэрто сакарико ну допустим я тебе поверю и мне нужна отмычка чтобы его оттуда вытащить если для тебя это так важно то плати 500 золотых ларго ларго сказал ты должен ему день нифига никаких пиццу ларго лживый подонок не удивительно что его посадили я тебе и говорю вот бери отмычку если его повесят я не смогу его как следует так делать да 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 так отмычку взяли свистнуть у чувака нечего ланенько так нужно получить теперь избить этого бабки выпьем выпьем за того человека который принес нам сахар а вот и обещанное золото 200 так все а кстати подожди мне нужно продать я забыл барахло оп оп так отмычку нет вот это вот это это 1000 отлично конец так нужно теперь бежать сюда и купить блин можно было печь купить но пока не будем на вот это вот кровавый корень пойдем как раз мы обойдем гракушечки по собираем папа там был кровавый корень так сундук так как классы кокосы бананы побежали еще покажи мне пару приемчиков что ты хочешь знать так покажи наш удар ногой покажи мне как драться ногами думаю тебя не надо учить давать пинка поэтому я покажу тебе что-то поинтереснее я говорю о настоящем ударе ногой это такой же действенный прием как удар сабли или выстрел когда перед тобой стоит противник ты можешь отпихнуть его ногой это выиграет тебе время и может быть полезным если вокруг несколько противников бронированного гада можно одним ударом ноги опрокинуть но это получится только в том случае если ударишь в нужный момент подожди пока он встанет на ноги а потом прикончить так давай сразимся с крабами тогда покажи на что ты способен если ты уложишь больше крабов чем я буду считать тебя крутым а вот и они вперед как и 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